Некоторые привычные продукты могут однажды вызвать сбой в организме, и у человека начнется аллергия. Причины у этого могут быть разные – от ослабления иммунитета до переедания чем-то конкретным. А вот результат одинаковый – появление красных пятен на коже и зуд, тошнота, отек носа и губ, опухание горла. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит знать продукты-аллергены в лицо. Мед, несмотря на всю свою пользу, входит в топ продуктов, которые чаще всего вызывают аллергию, особенно у детей. Дело в том, что в меде содержится множество аллергенов – пыльца, цветов, трав, деревьев, пчелиный белок. В случае, если после употребления меда кожа начала краснеть, а горло опухать, необходимо сразу звонить в скорую. В тяжелых случаях аллергии на мед даже чайная ложка продукта может вызвать анафилактический шок. Рыба и разные морепродукты также могут вызвать неприятные ощущения после их употребления. Нередко в числе симптомов аллергии появление кожной сыпи и зуд. Чаще всего такую реакцию вызывают лосось, форель, скумбрия, а также тресковые виды рыб. Тем, у кого острая аллергия на морепродукты, можно даже не есть их, чтобы проявились первые симптомы непереносимости. Достаточно буквально постоять рядом с рыбой, когда ее готовят. Уже при вдыхании пара, при варке или жарке продукта, кожа аллергика может покрыться красными пятнами, а лицо отечь. Раз речь пошла о тех, кто плавает, то расскажем и об этих гадах – моллюски и ракообразные. Раки, крабы, креветки, устрицы, мидии, кальмары, осьминоги и даже улитки также могут стать причиной появления аллергии. В них содержится тропомиозин – белок, на который иммунная система некоторых людей реагирует повышенной чувствительностью. В числе последствий аллергии на моллюсков и ракообразных – крапивница, отек горла, губ и нос, диарея и тошнота, анафилоксия. Одна из самых распространенных среди людей аллергий – это на коровье молоко. Особенно непереносимость этого продукта распространена среди младенцев. Организм реагирует на содержащийся в молоке казеин, альфа- и бета-лактоглобулины, и в итоге у человека может появиться сыпь, диарея, боли в животе, нарушение работы пищеварения, тошнота. Людям, у которых есть аллергия на молоко, нельзя есть и всю молочку, в том числе творог, йогурт и сыр. Но есть альтернативный вариант – соевые продукты. К слову о сое, соевые продукты и сами соевые бобы тоже могут вызывать аллергию. Потому если пробуете их впервые, то начните с пары чайных ложек. Если после употребления продукта появились сыпь, зуд, тошнота, значит у вас непереносимость сои и нужно обратиться к врачу. Сою, точнее экстракт семян, иногда добавляют в некоторые лекарства для лечения гинекологических заболеваний. А также в диетические продукты. Потому при их выборе аллергикам стоит очень внимательно читать состав. Орехи, как и мед, относятся к продуктам, которые вызывают сильную аллергию. Особенно это касается арахиса и древесных орехов, например, кишью, пекан, грецкие. Аллергия на орехи тяжело переносится и может вызвать крапивницу, отек губ, носа и гортани, резкое снижение давления. Человеку становится тяжело глотать и дышать, он может задохнуться. Любые орехи не стоит давать детям до трех лет и с большой осторожностью после наступления этого возраста. Шоколад и любые другие продукты, в составе которых есть какао, могут спровоцировать развитие аллергии. Нередко об этом забывают молодые родители и разрешают своему маленькому ребенку есть шоколадные конфеты или другие сладости. Как итог, у малыша появляется ссыпь, раздражение вокруг рта, начинается тошнота и диарея. Шоколад может вызвать аллергическую реакцию и у взрослого человека. Но чаще всего это происходит в том случае, если тот переел сладкого. Например, съел за раз 2-3 плитки. В этом случае кожа покрывается красными пятнами. Также нередко шоколад может спровоцировать появление угрей. Яйца, а точнее яичный белок и любые блюда, в состав которых он входит, способны спровоцировать появление аллергической реакции. Аллергия на белок может проявляться по-разному, все сугубо индивидуально, но чаще всего это сыпь, зуд, дерматит, тошнота, диарея, расстройство желудка, насморк, заложенность носа и кашель. В редких и тяжелых случаях может быть анафилактический шок. Глютен содержится в злаковых растениях, больше всего его в семенах пшеницы, ржи и ячменя. К числу продуктов с глютеном относятся хлебобулочные и макаронные изделия, пельмени, вареники, манты и хинкали, сосиски, сухие завтраки, солодовые напитки. Также глютен может быть в колбасах, сыре, жевательных резинках, йогурте и даже некоторых лекарствах. Организм людей, у которых есть непереносимость глютена, плохо реагирует на этот компонент. Продукты с ним могут вызвать расстройство желудка и кишечника, сильную диарею, тошноту, кожный зуд и сыпь. Цитрусовые фрукты, апельсины, мандарины, лимоны могут спровоцировать появление аллергии, особенно если есть их в больших количествах. Здоровому взрослому человеку не стоит съедать за раз больше одного апельсина или больше трех мандаринов, особенно в период, когда иммунитет ослаблен, например, гриппом или простудой. Большое спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok